Братья и сестры, сегодня у нас второе воскресенье месяца, и, как мы всегда это делаем, у нас молитва о детях наших. Ну, знаете, слово, оно к нам с вами обращено и будет обращено, как мы его воспринимаем, и что хочет нам сегодня сказать Господь. И, прежде чем я прочитаю Слово Божье, я напомню события из Ветхого Завета, которые поможут нам, может быть, сосредоточиться больше на Слове Господнем. Это был момент тогда, когда уже Моисея не было среди народа израильского, и народ израильский уже перешел Иордан, и уже они завоевали территорию, изгнали те народы, которых Господь повелел им изгнать, истребить, наполнили города. Да, и Иисус Навин, Он уже пришел в преклонные года. Так Слово Божье говорит, мы читаем в книге Иисуса Навина, 23-24 главы, где Иисус Навин говорит о том, и напоминает для всего народа израильского о том, как Господь их вел, как Он был милосерд, милостив к ним, и напоминает им о том, что Господь заповедал, Иисус Навин, сказав, что тогда, когда вы войдете в эту землю, тогда, когда вы наполните те домы, которые не строили, и виноградники будете использовать, которые не садили, то не забудьте Господа. Изгоните всех тех, которые раньше обитали на этой земле, и чтобы не упоминали богов, которые отцы ваши, жившие за рекою, имели. То есть Иисус Навин предложил для народа израильского все, что можно. Он собрал всех старейшин, собрал всех в Сихеме и сказал, мое время закончилось, я ухожу уже с этой земли, вы остаетесь и наполнять будете эту землю. И Господь напомнил вам сегодня снова о том, как был милостив к вам, и если вы будете исполнять Слово Его, если вы будете наставлять детей ваших и сыновей ваших и дочерей в законе Божьем, то будет вам благо и будет вам благословение. И как бы подводя итог, Иисус Навин говорит, вот 24 глава, 15 стих мы читаем, и он говорит такие слова. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которой жили, живете теперь, а я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин в преклонных годах. Но он с такой уверенностью и смелостью говорит эти слова. «Вы изберите сегодня ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Знаете, он предоставил всему народу израильскому свободный выбор. «Сегодня есть у вас возможность сделать этот выбор, а я и дом мой будем служить Господу». Знаете, служение Господу – это абсолютно добровольное. Мы находим в Священном Писании многие места, которые говорят нам о том, что Господь не принуждает никого, чтобы служили Ему. Посмотрите, он говорит, что кто жаждет, если у тебя есть жажда, если ты желаешь, придите ко мне и пейте воду жизни. Если вы жаждете, в другом месте мы читаем, обратитесь, и будет жива душа ваша. Господь говорит, если любите Меня, то соблюдите заповеди Мои. Ведь от того, как мы любим Господа, мы можем поставить на весы и посмотреть. Вот здесь заповеди, а здесь любовь к Богу. Если заповеди я не исполняю, то как я могу сам себе сказать, что я люблю Господа? Господь говорит, если любите, соблюдите Мои заповеди. Нету никакого принуждения. Все эти и другие места Священные Писания, знаете, они свидетельствуют о непринужденности, о свободном выборе, который дает Господь избрать, кому служить и как служить. Я думаю, что здесь свобода в поклонении Господу. Свобода каждому человеку, который последовал за Ним. Разве кто-то из нас был сегодня принужден для того, чтобы прийти в дом молитвы? Разве сегодня кто-то кого-то взял за шиворот и притащил сюда в дом молитвы? Конечно, может быть, кто-то из наших детей и скажет, что папа, я не хотел уходить, а папа меня заставил или мама заставили одеваться и прийти в дом молитвы. Но это наши дети, которые мы берем с собой в дом молитвы. Но нас никто сюда не принуждал. Мы добровольно идем для того, чтобы поклониться нашему Господу. Знаете, не давал ли каждый из нас в свое время обет Господу служить Ему доброй совести? Знаете, служение Господу – это ответственность. И ответственность каждого человека, каждого верующего. И не только индивидуально, может быть, служителей, которые занимают какое-то положение в церкви, но это абсолютно каждого домочадца, каждого члена семьи служить Господу. Это ответственность, братья и сестры. Ответственность наша. Потому что от этого зависит и дальнейшая жизнь, и дальнейший рост наш личный пред Господом. И дальнейшая жизнь, и рост церкви в целом взятая. Разве мы не молились тогда, когда создавали семью, когда говорили, что благослови нас, Господи, и мы будем служить Тебе. Благослови нас, тем, чем мы сможем служить Тебе в доме Твоем, в церкви Твоей. Благослови нас, чтобы мы, имея семью, могли привезти детей наших, чтобы они принадлежали Тебе, чтобы было Твое достояние. Да, каждый из нас молился, когда выходил сюда, когда получал благословение. Мы желали этого и хотели. И знаете, в еврейской семье почитание и служение Богу, оно занимало весьма огромную и большую важность и цель пред отчами Господа для того, чтобы каждый был из сынов народа израильского, был научен, наставлен. И родители обязаны были внушать детям законы Божьи, которые были даны им. Знаете, в христианской семье, где дети воспитываются в учении Христа, там, где в семье постоянно собираются одеться мать по возможности, и дети вокруг, где читается Слово Божье, где произносится молитва, где молятся вместе. Знаете, там меньше раздоров, там меньше ссор, там, хотя они бывают, но там пребывает Господь, там пребывает любовь, там мир, там согласие, потому что объединяются вокруг Слова Божьего и вокруг молитвы пред Господом. Знаете, есть, можно сказать так, два принципа семейного служения Богу. Это ветхозаветний, если мы можем посмотреть так и разделить, и новозаветний. В ветхозаветний мы читаем, что должно быть, находиться это самому соблюдать законы, то есть в семье, самому соблюдать законы, старшему в семье, и учить детей соблюдать заповеди Божьи, научить. Когда мы читаем, открываем второзаконие, второзаконие 6 главу, с 1 по 9 стихи мы читаем такие слова. «Вот заповеди и постановления и законы, которые повелел Господь Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так, в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые, заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог ваш, отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь есть един. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и добудут слова сии, которые я заповедал тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и добудут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на вратах твоих. Мы сегодня не будем говорить, как это было в народе израильском, но Слово Божие нам конкретно говорит, что наставь, наставь, наставь. В Новом Завете мы читаем другое. Мы читаем, что каждый должен хранить родительское наставление, проявлять дары и способности, которыми Господь наделяет человека, проявлять его в деле. Чтобы сказать, я и дом мой будем служить Господу, знаете, нужно обладать авторитетом в семье, нужно быть авторитетом, нужно быть, чтобы тебя понимали, тебя слушали. Знаете, это такой дом, в котором живущие живут по принципам Слова Божия. Это такой дом, в котором живущие и вся семья воспитывается в страхе Божьем. Когда дети постоянно наставлены в вере, наставлены в любви, наставлены в Слове Божьем, для того, чтобы они могли продолжить и пронести дальше веру, ту, которую Господь дает нам. Давайте сегодня посмотрим коротко, потому что время у нас мало перед молитвой. Посмотрим, что говорит нам сегодня о принципах, которые заложены в Новом Завете, для того, чтобы нам поступать и жить, жить по этим принципам. Апостол Павел к Тимофею пишет во втором послании Тимофея, в первой главе, первые шесть стихов прочитаем, первые семь стихов даже. Апостол Павел волею Божьей, апостола Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. Что непрестанно вспоминаю о Тебя в молитвах моих днем и ночью. И желаю увидеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполнится радости. Приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей, Элоиде, и матери Твоей Евники, уверен, что она и в Тебе. «По сей причине напоминаю Тебе возгревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение, ибо дал Бог нам духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Апостол Павел относился к Тимофею, он относился к нему как к возлюбленному сыну. Да, апостол Павел был для него отцом, отцом духовным, наставником духовным. И поэтому этому молодому человеку, который встал на служение, он молился о нем, и он напоминал ему и говорил ему, кто он есть, откуда его начатки идут, веры его, крепкой веры, твердой веры. Он напоминал Тимофею в послании к нему. Знаете, многие его хорошие качества, они были результатом труда духовных наставников Тимофея. Его мать и бабушка, судя по всему, они были глубоко верующими людьми, потому что апостол Павел как-то так конкретизирует и конкретно говорит о духовной жизни, о вере бабушки и матери Тимофея. Знаете, чтобы учить детей, надо самому быть хорошо наставленным, нужно самому хорошо быть воспитанным в духовной жизни пред Господом. И апостол Павел Тимофею пишет и говорит, вот во втором послании к Тимофею, в третьей главе, 14-15 стихе, он говорит, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Интересно, кто же научил Тимофея? Слово Божие нам конкретно говорит, и апостол Павел пишет об этом, «приводя на память нелицемерную веру твою». Он говорит о Тимофее, о молодом человеке, что с детства у него уже не было кому служить. Как Иисус Навин говорит, «А я и дом мой будем служить Господу», у Тимофея с детства уже было заложено. И апостол Павел говорит, «приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в ком? А в твоих прародителях. А в бабушке твоей, которая воспитала твою маму, вложила веру, и дела веры, и жизнь в твою маму. А мама повлияла на тебя. А мама сказала тебе, которая прежде обитала в твоей бабке и матери твоей евнике. Не говорит ли нам о многом это, братья и сестры? Потому что сегодня мы можем подумать, что церковь воспитает наших детей. Я сколько раз обращал внимание, всякий раз, когда мы обращаемся даже непосредственно и говорим, чтобы дети заострили свое внимание, сосредоточились, они заняты своим. Они заняты сами для себя. Они даже не слышат, о чем говорится. Прежде всего, это говорится слово к нам, тогда, когда мы читаем его. Может быть, на каких-то детей и действует то слово, когда они воспитывались совершенно в неверующей семье, и они пришли в воскресную школу, и первый раз слышат Слово Божье, они впитывают это, потому что для них это ново. Но наши дети, о которых мы сегодня молимся и о которых переживаем, это наша прямая обязанность наставить их в истине дома, наставить их в истине в семье. Знаете, постоянство, я думаю, что это играет огромную роль. Тогда, когда мы думаем о том, что они ходят в церковь и ходят на воскресные служения, о том, думаем, что они вместе с нами здесь находятся, но никогда мы не говорим им и не молимся с ними, и не читаем Слово Божье дома, что мы можем потом ожидать в последствиях. В притче мы читаем 22 глава, 6 стих. «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и составится». Все мы были когда-то детьми, и многие из нас сегодня еще имеют родителей своих живыми. Я думаю, что мы будем сегодня молиться, чтобы Господь дал мудрости родителям в воспитании детей своих, в воспитании своих детей, в правильном наставлении их в истинных Господних дома, для того, чтобы здесь мы могли это закрепить Словом Божьим и помолиться о их благословении в будущем. Иисус с нами сказал, «Вы изберите, кому служить и как служить, а я и дом мой будем служить Господу». Пусть Господь благословит нас, размышляя над этими словами, взять для себя какой-то урок, что я делаю, или что я уже упустил, или что мне еще не упустить. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.